Общественный транспорт Бресте стал еще доступнее для брещан. А все потому, что гомельские программисты по заказу предприятия Брестский общественный транспорт провели интеграцию двух сервисов – оплаты и информирования. Продвинутые горожане следят за сервисом TransportBuy с 2018 года, так как там удобно отслеживать маршрут нужного средства для передвижения. Теперь они там же могут сразу и оплатить свою поездку, даже не сканируя QR-код, а просто скачав и зарегистрировавшись в приложении ТПА. Перейти виртуально в данный транспорт и тут же программа спрашивает, а чем вы будете платить, каким мобильным приложением, которое вам установлено. Это тезисно основное ноу-хаву, которое используется здесь. Вот открыл приложение TransportBuy. Мы выбираем троллейбус, в котором мы находимся, или условно, который подъезжает к остановке. Сразу же появляется окошко оплаты. Нажимая оплату, программа спрашивает, чем вы будете платить, какими приложениями, которые у вас есть. Определяемся. Приложение не обязательно дополнительно устанавливать. И вот сразу же появляется окошко оплатить билет. То есть не надо ни сканировать ничего. В настоящее время предприятие Брестский общественный транспорт работает над выпуском пластиковых карт с QR-кодом. Это будет своего рода проездной билет. Важно отметить, что эти карты, возможно, будут пополнять денежными средствами, как самому через приложение, так и в киосках. Она также будет своего рода ключом к личному кабинету пользователя, в котором хранятся купленные билеты. В дальнейшем планируется использовать их для оплаты и в других регионах Беларуси, где будет работать ТИПЭЙ. Маленькая альтернатива. С апреля месяца мы будем запускать уже пластиковые проездные билеты. Это билеты, которые будут полной заменой бумажных, но они будут многоразовые. Человек сможет создать личный кабинет. В рамках этого личного кабинета уже приобретать определенные проездные, и это фактически пластиковый проездной. Это уже будет нормальная альтернатива многоразовым билетам. Подчеркнем, что какие бы инновационные технологии не вводились, есть люди, которые нарушают всю экосистему. Что касаемо Брестского общественного транспорта, здесь главная проблема – это те, кто любит прокатиться, не заплатив. Из-за этого бюджет теряет материальные средства, и разработка определенных проектов затягивается. К великому сожалению, людей, которые стараются каким-то образом обойти бесплатно проехать, еще достаточно. Для справки за месяц выручка, которая поступает от реализации билетной продукции, это только в рамках месячника. Она выросла на 100 тысяч. Это немало в рамках предприятия. Это довольно достаточно. Но мобильное приложение по оплате, оно нормально проверяется и контролерами при помощи сканирования телефона. Контролеры уже привыкли к этим технологиям, они нормально проверяют. И пассажиры тоже не видят здесь проблемы для того, чтобы показать о том, что билет оплачен. И сегодня общественный транспорт остается востребованным средством для передвижения. Время идет и постепенно современные технологии внедряются в эту сферу. Наша задача, как самосознательных граждан, вовремя оплачивать проезд и не портить имущество, передвигаясь внутри автобуса или троллейбуса. И тогда в ближайшем будущем получится реализовать ряд других значимых для Брестского общественного транспорта идей. Александр Богданович, Александр Воронин, Юрий Лемонтович, телекомпания Бук ТВ.